Здравствуйте, в эфире программа «Гости дня». Меня зовут Татьяна Звержанская. Приближается единый день голосования, 18 сентября. Пройдут выборы разных уровней подготовки к процессу в Свердловской области. Мы поговорим сегодня у нас в студии председатель региональной избирательной комиссии Валерий Чайников. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность подготовки к выборам именно в Свердловской области к единому дню голосования? Потому что в этом году мы вернулись к спискам партийным, выборам по спискам партийным и по одномандатным округам. Что для вас это меняет в работе и вообще как идет сейчас процесс подготовки? Основная, наверное, особенность то, что компания для Свердловской области, для избирательной комиссии Свердловской области, совмещенная в этом году, наряду с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания, то, о чем вы сказали, которые будут вновь избираться по смешанной системе. Нам предстоит избрать депутатов в законодательное собрание Свердловской области, а также в 35 муниципальных образованиях предстоит избрать депутатов представительных дум. Кроме того, одного главу, зато свободных, главу городского округа. Тут весь объем выборов, мы смотрели, что беспрецедентно такой по объему большой, поэтому здесь все члены избирательных комиссий чувствуют свою ответственность. И поэтому на сегодняшнем этапе, на данном этапе основная задача, естественно, подготовки участковых избирательных комиссий, а это порядка 25 тысяч с лишним членов участковых комиссий, у нас 80 территориальных избирательных комиссий задействовало, 767 членов территориальных избирательных комиссий. Мы на 20 территориальных комиссий возложили полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов в законодательного собрания. На 7 территориальных наших комиссий возложено полномочия окружных по выборам депутатов Государственной Думы. Кроме того, мы вновь дополнительно создали, сформировали пять окружных комиссий, поскольку дополнительно по выборам депутатов законодательного собрания. Вот тот круг людей, кто будет обеспечивать выборы, поэтому на сегодня они понимают те задачи, которые перед ними стоят, и ту ответственность, которая стоит, и начинают работать. Более того, я скажу, что окружные комиссии, как по выборам депутатов Государственной Думы, так и по выборам депутатов законодательного собрания, уже работают в полном объеме. Идет, как вы знаете, на федеральном уровне проходит съезды ряда партий, не буду их называть. На региональном уровне точно так же региональные конференции начали проходить, и выдвижение началось. И на сегодня у нас, на вчерашний вечер, пришло два самого выдвиженца по уровню региональных выборов, то есть законодательное собрание Свердловской области началось выдвижение. То есть комиссии не стоят на месте, комиссии двигаются. Ну а дополнительную подготовку они прошли? Потому что действительно система смешанная, хоть она уже когда-то и была, но, наверное, не все знают, насколько нагрузка увеличится на сотрудников. Я скажу, что в рамках общей подготовки все члены избирательных комиссий проходили. И касаясь членов участковых избирательных комиссий, как вы знаете, в 2013 году у нас участковые избирательные комиссии были сформированы по 157-му федеральному закону на пятилетний срок полномочий, поэтому с ними мы перманентно постоянно проводили подготовку. Естественно, сейчас интенсивность подготовки будет увеличиваться, поскольку они не занимались этим, а чтобы восполнить где-то знания. Вы знаете, что в последнее время были достаточно серьезные новации внесены, как в федеральное законодательство, так и транслированы в наше региональное законодательство, что тоже необходимо изучить дополнительно тем 26 тысячам членам избирательных комиссий Свердловской области. Это важно. Что касается окружных комиссий, здесь они уже работают в полном объеме, и здесь только нам остается оказывать всевозможную методическую помощь как федеральным окружным, так и региональным окружным комиссиям, которые буквально уже сейчас работают по приему избирательных документов от избирательных объединений. Ну и, наверное, будут все-таки заниматься контролем и агитационной деятельности избирательных объединений, кандидатов, может быть, и всем остальным кругом вопросом, что связано с их деятельностью. Действительно, огромное количество партий в этом году участвует в выборах. Часть из них, естественно, в Свердловской области. Бюллетени будут огромные, длинные. Как будет проводиться работа с избирателями, с кандидатами, которые регистрируются? Тоже дополнительная нагрузка. Да, Татьяна, мы, конечно, обсуждаем эти вопросы. Какова длина бюллетеня, пока непонятно будет, но предполагается, что, вы знаете, что опубликован федеральный список политических партий, которые могут участвовать в выборах в Государственном Думе, вообще участвовать в выборах на территории Российской Федерации. Это 74 политических партий. Мы опубликовали список, которые могут участвовать на выборах в наших, в Свердловской области, региональных отделений, 63 региональных отделения политических партий. Я скажу, что, наверное, все-таки все непридудны. У нас 12 политических партий на региональном уровне и 14 политических партий на федеральном уровне имеют право выдвигать своих кандидатов в списки кандидатов без сбора подписей. Остальным, конечно, придется потрудиться и собрать подписи, соответствующие для кандидатов. Что касается работы избирательных комиссий по организации дня голосования, достаточно долго к этому еще мы можем готовиться. Но вы знаете, что у нас раньше в избирательном законодательстве было ограничение не более 4 бюллетеней. Могли выборы проводиться. На сегодня 4 это минимально во всех будет. 2 федеральный уровень, 2 региональный. Плюс еще у нас проводятся, как я уже сказал, 35 муниципальных образований, представительные органы плюс по одному, а вот зато свободные, так там еще и выборы главы. То есть 6 избирательных бюллетеней будет одновременно подсчитываться комиссией. Здесь сложность не только, здесь и сложности в выдаче избирательных бюллетеней. Когда 6 разных бюллетеней, здесь и отметочки в списках. Поскольку, вы знаете, мы вот сейчас займемся и занимаемся уже серьезно разъяснительной работой, знаете, что в силу законодательства наши избиратели обладают разными активным избирательным правом применительно к федеральным выборам и к региональным выборам. Если мы говорим о месте постоянного проживания, мы все включены в списки избирателей, и каждый может просто найти себя либо по адресу, в каком участке он находится, на нашем сайте все это есть, и уточнить, а затем за 10 дней прийти на свой избирательный участок, уточнить уже, в списках он есть или нет, и, соответственно, выверить себя. Я думаю, что такого практически не будет, мы серьезно к этому относимся. Но вот что касается лиц, которые временно где-то проживают, да, у нас есть в любом случае миграции, где-то работают в других местностях и, как правило, регистрируются по месту пребывания. Так вот, на федеральных выборах такие граждане, избиратели, имеют право голосовать по месту временного пребывания, если они зарегистрированы за 3 месяца, то есть до 17 июня, там не менее чем за 3 месяца. То есть уже надо было сходить? Да, нет, сходить еще нет. А если у них есть регистрация, и за 60-21 день, то есть с 3 августа, они могут прийти в территориальную избирательную комиссию, написать заявление, включая себя в списки избирателей. И они будут голосовать как по одномандатному округу, так и по единому округу на федеральных выборах. Что касается выборов наших региональных, у них здесь право-то не возникает. То есть только приехать? Да, только приехать. Либо, если наши граждане, проживающие на территории Свердловской области, пытаются куда-то выехать, мы всем рекомендуем, конечно, заблаговременно взять открепительное удостоверение, для того, чтобы иметь возможность проголосовать. Если в пределах своего одномандатного избирательного округа, это обладают и два получат избирательных бюллетеня, если только за пределами своего одномандатного избирательного округа проголосуют по единому округу только. Здесь есть определенные сложности, поэтому разъяснять мы будем. Мы сейчас, и наши территориальные комиссии где-то выступают на телевидении, на радио, там уже на местном уровне. Ну и горячая линия у вас работает, да? Мы всем разъясняем, кому-нибудь понятно, вопросы какие-то возникают. И готовы еще раз разъяснять, чтобы максимально все-таки наши граждане использовали активное избирательное право. С чем еще это связано? На сегодня ставится вопрос абсолютной легитимности выборов. Мы тоже доверие к выборам, доверие к избирательным комиссиям. Для нас важно, конечно, чтобы максимальное количество пришло избирательный, избирательный участок. Чтобы потом ни у кого не возникало никакого сомнения, что за них кто-то решил что-то, что-то проголосовал. Конечно, это на всех уровнях. Вчера президент выступая говорил, что конкуренция, борьба должна быть предельно открытой, честной. Мы на это надеемся, несмотря ни на что, конечно. Мы понимаем, что не уйти от неких элементов таких вот не очень порядочной борьбы. Но мы при этом будем, конечно, пределагать все силы для того, чтобы те элементы непорядочности все-таки минимизировать. Я бы так сказал, чтобы наш избиратель все-таки не вводился в заблуждение, а реально представлял, кто будет отстаивать его интересы. В какой степени он, возможно, может отстоять. А если это бывшие депутаты, так, наверное, и вновь идут. Наверное, избирательный спросит, а что вы-то там настигли, будучи уже депутатами, и вновь хотите. То есть избирательный исправит задавать вопросы. Вот, кстати, никаких жалоб не поступало уже на предвыборный процесс, на организацию работы? На кандидатов, между кандидатами? Ну, пока еще, наверное, предвыборно, да? Кандидатов нет, да. Я скажу, что были обращения по поводу тех больших билбордов, которые висят и представляют различные политические партии. Мы разъясняли о том, что пока не наступило время выборов, избирательная кампания была объявлена. Как бы мы там не могли, никакого воздействия здесь нет. На сегодня, когда началось выдвижение, избирательная кампания объявлена, выдвижение началось, вступают действия, особое ограничение в силу избирательного законодательства. Мы направили предостережение, предупреждение органам местного самоуправления, Министерства имущественных отношений Свердловской области, которые знают собственников тех наружных рекламных конструкций, которые могли бы все-таки повлиять, в том числе и на них, чтобы вот те, по нашему мнению, уже, которые становятся незаконны, агитационные продукты, они бы убирались. А если партия, либо кандидат после выдвижения хотят себя представлять на тех же конструкциях, то с соответствующими требованиями законодательства, как-то выходные данные, оплаты из фонда избирательного, и все, что к этому прилагается. Чтобы все было указано, да? Верик Альчич, Вы принимали участие в совете при полномочии представителей президента в Уральском федеральном округе. Там обсуждалась, в том числе, тема численности состава территориальных избирательных комиссий. Говорила, что не везде они соответствуют нормам, в том плане, что очень много вот той же самой работы, да? И малое количество людей, которые в этом задействованы. Есть ли такая действительно проблема? Вроде бы называлась цифра 9 или 10 человек примерно вот в одной территориальной комиссии. Это называлось средняя? Средняя. Средняя численность. Вы знаете, в силу законодательства от 5 до 14 человек может быть территориальная комиссия. Здесь, естественно, дифференциация по количеству избирателей на территории того-либо иного муниципального образования. Нами в ноябре-декабре был сформирован основной состав 75 территориальных комиссий из 80. В последующем были сформированы еще две. И сейчас одна у нас продленная полномочия на Уральской территориальной избирательной комиссии. Вот практика прошедших кампаний, выборов, говорит о том, что, в общем-то, состав комиссий, он оптимальным каким-то образом сформирован. И достаточно для работы, поскольку комиссии на момент организации выборов все-таки могут дополнительно кого-то привлекать. Как правило, это юристы необходимы, а вы знаете, в силу законодательства сейчас только юристы могут представлять в суде, по спорам каким-то ходить. Здесь могут. Что касается, собственно, комиссий 600, как я уже сказал, 767 членов комиссии назначено. Учитывая специфику предстоящей выборной кампании, мы, предполагая возможность возложения полномочий на отдельные территориальные комиссии, федеральных окружных комиссий, в частности, мы сочли, наша комиссия областная сочла необходимым возможным увеличить их там на 2 человека, численность избирательных комиссий территориальных. Я считаю, это правильно, поскольку нагрузка возрастает, и для того, чтобы все полномочия своевременно исполнялись комиссией, мы увеличили их численность. А в остальном, в общем, я считаю, что их количество оптимально. Откуда это выросло? Вы знаете, что застрялось внимание по началу года, посредине вопрос численности территориальных избирательных комиссий города Санкт-Петербурга, там, где было установлено 8 человек, без учета все-таки специфики территории, которые обслуживают. Поэтому на сегодня там, по-моему, исправлена ситуация. Наверное, здесь вот поэтому задали вопросы. Мы объяснили, что у нас, по нашему мнению, оптимальный состав и оптимальное количество. Поэтому работоспособность, я думаю, обеспечена будет. Все понятно. Валерий Викторович, еще поясните, пожалуйста, до какого момента будут сформированы списки по Госдуме кандидатов, по региональному законодательному собранию, там определенные сроки, да, вот они конференции должны провести до середины июля, по-моему, и до конца июля, по-моему, да, если не ошибаюсь. Вот точно так. В силу федерального законодательства 20-й федеральный закон о выборах депутатов Государственного дома подразумевает, что выдвижение кандидатов, списков кандидатов производится в течение 25 дней с момента объявления выборов. То есть 18-го, 17-го были объявлены выборы, с 18-го началось выдвижение июня, июня и закончится выдвижение 12-го июля. То есть на федеральном уровне все партии, которые имеют желание поучаствовать в выборах, будут, ими будут проведены съезды. И наш уровень, региональный уровень, несколько иные сроки подразумевает, у нас выдвижение будет проводиться до 29-го июля. Мы документы будем принимать по выдвижениям до 18-ти часов 29-го июля. И документы на регистрацию уже, они смогут сдать до 3-го августа текущего года, также до 18-ти часов. Почему мы говорим о времени? Здесь в силу законодательства время фиксированное, чтобы день затягивать до утра следующего. Ну и последний вопрос. Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но все-таки по явке хотелось бы у вас спросить. Явка, я уже всем говорю, что это то же самое, дело неблагодарное, но анализируя те выборные кампании, в основном федеральные, либо совмещенные, как 11-й год, выборы депутатов в законодательном собрании объединенного и депутатов Государственной Думы Свердловской области. Все-таки, я думаю, от 50 до 60% наших граждан придут, учитывая при этом, естественно, все-таки ответственность, вот та, которая лежит на них, мы будем разъяснять необходимость явки. Да, наверное, все-таки избирательные объединения, заинтересованные, чтобы их поддержали, будут как-то поднимать своих избирателей, для того, чтобы прийти, а тут и то, о чем я уже говорил, что доверие к выборам как раз формируется повышением явки избирательных. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы каждый избиратель пришел на избирательный участок. Спасибо вам большое за беседу, спасибо. Пожалуйста. В эфире была программа «Госедня», до свидания. Субтитры подогнал «Симон»